здравствуйте дорогие друзья дорогие подписчики и гости моего канала независимо от своего национального и религиозного происхождения добро пожаловать на мой канал дорогие мои как известно вторая карабахская война и началась и закончилась в 2020 году в 2023 году всего за сутки был освобожден от оккупации сам нагорный карабах и можно сказать что с этого самого момента конфликт закончился на протяжении 35 лет если считать с 88 года был конфликт безусловно он был но он уже закончился с точки зрения международного права и сам нагорный карабах и прилегающие к нему 7 районов это территория азербайджанской республики 7 районов у нас карабах сам тоже у нас это значит что конфликт исчерпан кстати азербайджан и армения признали территориальной целостности друг друга в границах 1991 года кто не верит может зайти в интернете почитать нет никакого повода для беспокойства недавно произошел обмен военнопленными пусть хоть и неравный обмен но тем не менее он произошел как по мне то это все говорит о том что обсуждать в социальных сетях вопрос карабахского конфликта и вообще азербайджан армянский конфликт это было бы в крайней степени глупо потому что ну что тут обсуждать территорию нас карабах у нас 7 районов у нас стало быть нет никакого смысла выходить на конфликт с представителями той стороны имеется ввиду социальных сетях в частности тик ток сожалению во многих эфирах как в азербайджанских так и в армянских можно встретить людей которые ругаются друг с другом вместе в армянский эфир заходит азербайджанец его ругают трехэтажным матом только из-за того что он азербайджанец то же самое можно сказать про армян которые заходят в азербайджанский эфир и их трехэтажным матом ругают только из-за того что они армяне как по мне то это мягко говоря неправильно потому что конфликт закончился если мы являемся страной победителем а мы являемся страной победителем тот то мы ни в коем случае не должны уже эту тему вообще на эту тему говорить в социальных сетях и не должны ругаться идти на конфликт с армянами и ругаться с ними поскольку мы уже одержали победу если мы продолжаем обсуждать этот вопрос карабахский и ругаться с армянами то это может говорить только о том что мы не уверены в своей победе и мы считаем армян намного выше себя и намного сильнее себя я не считаю армянское государство сильнее чем азербайджанская я не считаю что они выше сильнее и круче нас я так не считаю я как гражданин азербайджанского государства рад что азербайджан обрел территориальную целостность я считаю вооруженные силы своего государства сильнее вооруженных сил армянского государства я уверен в том что территории останутся у нас как гражданин азербайджанского государства я верю и горжусь азербайджанским государством согласно логике с того самого момента я практически на карабахский конфликт по поводу карабахского конфликта ролики уже не снимаю любой кто следит за моим каналом он прекрасно это знает я обсуждаю украинский вопрос я обсуждаю израиля палестинский конфликт и обсуждаю грузино абхазский конфликт но азербайджан армянский конфликт я уже не обсуждаю поскольку я не могу обсуждать того чего нет быть человеком независимым от мозгов я не хочу поскольку я им не являюсь настоящее время между азербайджаном и армении на государственном уровне идут переговоры как я говорил неоднократно недавно произошел обмен военнопленными это уже первый шаг к тому что мир не за горами я надеюсь и верю в то что мирный договор будет подписан что касается того что и реван безимдир зянь гязур кио чем ахалы безимды я по поводу этой тематики могу сказать только одно что я признаю только и только международно признанные границы которые есть в уставе организации объединенных наций и я признаю только границы 1991 года как армения признала территориальную целостность азербайджана в границах 1991 года так так и азербайджан признал границы республики армения в границах 1991 года я как гражданин азербайджанского государства безусловно разделяю позицию официального баку по данному вопросу безусловно за 35 лет было не просто война целых две войны огромное количество людей потеряли своих родных и своих близких период данного конфликта это безусловно очень печально это большое горе в семьях погибших людей безусловно виновные в этом преступлении а я считаю что это преступление и безусловно виновники обязаны понести за это наказание да аркадий гукасян серж нет аркадий гукасян араика ротюнян бакоса океан они как главарей сепаратистского режима находятся в тюрьме в азербайджанской тюрьме но я считаю что этого недостаточно для полной коллекции необходимость серж саркисян и роберт качарян и эту великолепную в кавычках безусловно великолепную в кавычках пятерку нужно осуждать вернее судить по законам по закону двух стран это по закону азербайджанского государства и по закону армянского государства поскольку эти люди являются врагами не только азербайджанского ну и безусловно являются врагами армянского народа потому что в смерти каждого вину каждого погибшего как азербайджанца так и армянина они безусловно виновны и обязаны понести за это свое наказание и единственное наказание которого они заслуживают это является исключительная мера наказание то есть она же смертная казнь но к сожалению поскольку мы живем 21 веке а в 21 веке люб рулят демократы и либерасы вы поняли как я хочу назвать то мы отменили смертную казнь 14 из 15 республик бывшего союза ссср кроме беларуси отменили смертную казнь и сейчас мы не людей не расстреливаем а сажаем в тюрьму на пожизненное лишение свободы ну соответственно эти выше перечисленные мною с позволения сказать люди поскольку я их людьми не считаю они должны нести за это ответственности до конца дней своей жизни должны сидеть в тюрьме на пожизненном заключении в камере 3 на 4 подъем 6 утра отбой 10 вечера от подъема до отбоя на кровати не то что лежать а сидеть даже нельзя и было бы просто замечательно если бы в камере у этих негодяев был был огромный плазменный экран и чтобы на этом экране демонстрировались виднее показывались фотографии каждого убитого военнослужащего как азербайджанской так и армянской армии и чтоб там также были видеозаписи на которых родные и близкие погибших военнослужащих азербайджанской и армянской армии говорили этим с позволения сказать людям свои самые наилучшие ну в кавычках наилучшие пожелания без всякой цензуры пусть что хотят то и говорят данной ситуации можно сделать исключение конечно обзываться это не есть хорошо одно данные люди безусловно этого заслужили я как гражданин азербайджанского государства и как представитель одной из двух сторон со своей стороны могу сказать что я искренне надеюсь и верю в то что в азербайджан армянский конфликт закончился я надеюсь в это я верю в это нет я знаю что закончился я надеюсь на то что больше никогда между азербайджанцами армянами войны не будет мы стрелять и убивать друг друга больше никогда не будем а когда в третьих странах ну когда будем ездить за границу пересекаясь друг с другом даже если мы не будем друзьями то я надеюсь на то что мы даже реагировать друг на друга не будем то есть будет абсолютное безразличие друг другу мы не будем замечать их они не будут замечать нас чем сталкиваться лицом к лицу друг с другом обзывать друг друга нецензурными словами и вступать в потасовку то лучше просто молча пройти и все этим это уже является первый шаг к миру если мы пересекаясь друг с другом не идем на конфликт то это уже говорит о том что первый шаг к миру мы сделали а я надеюсь на то что таких шагов будет не единица а десятки если уж не сотни поскольку лучше мирного неба над головой ничто не может быть в этой жизни поэтому в преддвериях нового 2024 года я желаю благополучия счастья и мирного неба над головой всем гражданам как азербайджанского так и армянского государства да и вообще гражданам планеты земля то есть всем людям на свете нет плохой нации есть плохие люди которые могут позорить свою нацию или быть гордостью своего народа ни в одном народе нет нет такого вернее народа в которым все до одного были бы хорошие или все до одного были бы плохими такого просто-напросто не бывает если есть люди которые так рассуждают то не могу их поздравить такие люди не являются независимыми от мозгов поскольку в каждом народе есть плохие хорошие люди я желаю мира всем странам мира всех с наступающим дорогие мои вот это я хотел сказать всем спасибо за просмотр всем удачи и до свидания